За круглым столом школьники, студенты и представители власти. Первая встреча носит ознакомительный характер. Я с 18 лет очень плотно интересовался политикой, но не было таких мероприятий, не было рядом таких наставников, которые могли бы направить в политическом смысле и вектор дать, куда бы идти. Я считаю, что для вас это очень хорошо, это очень хорошее подспорье, платформа для расширения кругозора. Между тем, спектр вопросов, которые будут изучать юные парламентарии, достаточно широк. Это и социальная сфера, и бюджет, и многое другое. А потому к обучению в школе надо отнестись со всей серьезностью. Вносимые идеи должны быть обдуманными и четко сформулированными. Не просто поулыбались, по спинке похлопали или по плечу, ну молодцы, вот вы там что-то надумали, да, спасибо, и забыли. А именно воспринимаемое. Для этого нужен интеллектуальный потенциал, для этого нужно творчество. Это все серьезно. То есть это не какая-то игра в парламент, не какая-то игра в молодежное правительство. Это действительно надо. Обучение начнется уже со следующей недели. Всего запланировано около 20 занятий на разных площадках. Школа выстроена максимально удобно для ребят, не, как скажем, не отвлекая их от учебного процесса. Это будет вечерами. Мы будем приглашать в учебное заведение представителей разных сфер. То есть это представители бизнеса, представители политики, представители, лидеры молодежного движения. То есть каждая из, так скажем, серий обучения будет отличаться от предыдущей. Школа юных парламентариев продлится до конца декабря. В конце обучения лучшие законодательные инициативы студентов и школьников будут рассмотрены депутатами народного хурала. Батар Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня. Батар Ламбаев. Новости дня.